Вода – это самое главное на Земле. Если не было бы воды на Земле, не было бы ни растений, ни животных, ни людей. Вода – это жизнь. О том, что без воды не было бы ничего на нашей планете, знают даже дети. Наверное, поэтому День водных ресурсов, или, как его ещё называют, День воды, по инициативе ООН отмечают во всём мире уже 26 лет, чтобы напомнить о том, что нужно бережно относиться к водным ресурсам и сохранить их для потомков. В нашем городе этот праздник проходил не день, а целую неделю. Начались мероприятия с масштабного лектория. Для учеников начальных классов в 14 школах представители волонтёрского движения провели познавательные уроки. Ну а поскольку День воды – праздник экологический, то волонтёры призывали ребят бережно относиться к водным ресурсам и беречь реки. Каждый год акватория Саратовского водохранилища приносит течение до 100 тонн мусора. Пластиковые бутылки, пакеты, различные упаковки, бытовой мусор, который оставляют на прибрежной территории отдыхающие. Саратовская ГЭС организует санитарную очистку горской воды. С помощью плавсредства сотрудники Саратовской ГЭС и подрядных организаций собирают и утилизируют мусор. На интерактивных уроках использовали разнообразные мультимедийные материалы, проводили забавные конкурсы, загадывали загадки и викторины с водной тематикой. Участники массового лектория организовали селфи-акцию «День воды Росгидро» и выложили свои фотографии в социальные сети. А вот для ребят постарше организовали квест H2O в бассейне «Альбатрос». Это уже традиционное мероприятие, и на этот раз в нем участвовали семь команд – студенты-волонтеры СУЗов и ВУЗов, спортсмены и журналисты. Приурочили квест к году добровольца. Говорят и пишут, что вода имеет свойство накапливать и отдавать информацию. Похоже, что она накапливает и отдает не только информацию, но и положительную энергетику, с которой приходят участники на соревнования сюда. И сегодня здесь собрались непростые случайные люди – это наши друзья, партнеры, журналисты, с которыми мы поддерживаем дружеские отношения. Первая часть квеста выполнялась, так сказать, на суше. В самых разных уголках «Альбатроса» участники должны были найти цифры подсказки, а потом, выполнив задание куратора, продвинуть свои фишки по дистанции. Но дойти до финиша успели не все. В условленное время представители команды ждали в бассейне на водном этапе состязаний. По итогам всех испытаний победителем стала команда «Инверсия» из Балаковского инженерно-технологического института. Второе место заняли студенты Балаковского медицинского колледжа, команда «Гидробионты». Третье место досталось юным пловцам из школы по водным видам спорта. Победители и призеры квеста получили дипломы и призы от Саратовской ГЭС. Ну а после физических нагрузок самое время пошевелить мозгами. Заключительным мероприятием масштабного дня воды стали «Игры разума» – интеллектуальное шоу «Искры интеллекта». Сразу говорю, первые 10 вопросов сегодняшнего турнира «Что, где, когда» так или иначе связаны с водной тематикой. И по этим 10 вопросам у вас будет отдельный победитель. Кто в этих 10 больше всего набирает очков, соответственно, получает отдельный приз от наших замечательных партнеров. Давайте похлопаем опять же. Ответы на главные вопросы игры «Что, где и когда» давали практически все команды. Силы и знания игроков всех 17 команд были примерно равны, а потому и борьба была очень упорная. Вообще, задания от главного знатока Балакова, участника своей игры на НТВ Евгения Быстрова, были довольно сложными. И игрокам приходилось спорить, вспоминать, включать логику. Иногда помогало и везение. Формат вопросов был, как сказать, немножко нетипичный, такой более игровой. Как-то были зашифрованы вопросы. Наличие игроков в команде, которые учились в Сайно-Шушинском филиале, помогло, например, ответить на некоторые вопросы. В итоге самыми сообразительными на этот раз оказались игроки из команды «Неслучайные люди», которые дали больше всего правильных ответов. Замечательную грамоту капитану просят отдать. Во-вторых, этот памятный значок. И в-третьих, призы от компании «Русгидро» от Саратовской ГЭС каждому участнику команды. Вот люди знают, когда надо уигрывать. Но в том самом водном туре победу одержала команда «Эпицентр». Ей подарили вкуснейший торт от Саратовской ГЭС. Уже 11-й год Саратовская ГЭС проводит День воды, празднование Дня водных ресурсов. И в этом году мы решили посвятить эту акцию году добровольцам, году волонтерам. И поэтому удалось сделать наиболее массовым, наиболее масштабным нашу акцию. Таким образом, День воды вместе со всем миром активно отметили полторы тысячи балаковцев. И если хотя бы часть из них теперь вместо ванны принимает душ и закрывает воду во время чистки зубов, то можно считать, что акция День воды прошла не напрасно.